Могли бы позвать меня и сказать, твоя старая морда всем надоела. Ты свое отыграл, ты маму, ты динозавр. Гений, он же Геннадий Петрович, актер, переживающий о том, что с ним не продлили контракт в театре. А между тем, из него постоянно тянут деньги – жена, дочь и активная мама-пенсионерка. Давая понять своим женщинам, в каком положении оказалась семья, он решает воспользоваться советом дочери-школьницы и поискать работу в интернете. Но тут неопытный пользователь сетей попадает в поистине смешные ситуации. А это обязательно? Одежду снимать? Может, сначала монолог? Нет, я не знаю, что это такое, что монолог, но пока обойдемся без этого. Ну, давай, начинай! А спектакль задумался, как мой бенефис полностью, абсолютно, вот и до. Но где бы я был без партнеров? У меня здесь семь замечательных партнеров, без которых спектакль, разумеется, не состоялся. А уж Сашка Родителев, он просто – это раствор цементный, который все скрепляет. В общем, друзья, мой театр – это командная работа. Александра Родителева и правда на сцене никто не увидел. Зато услышали его голос, хотя и тут пришлось перевоплотиться. В программке среди действующих лиц и исполнителей указано – голос из скайпа. Это что за роль такая? Это самая ответственная роль. Это роль работы голоса. Не выходя на сцену, нужно сыграть роль. Роль несколько ролей даже. Друг, товарищ главного героя Олег и голос специфический. Очень интересный голос нетрадиционной ориентации человека. Ведущая актриса театра Елена Матрёнина, как всегда, превзошла все ожидания зрителей. Сыграв роль матери Гения Петровича, совершенно не согласной с тем, что ей уже далеко, как говорится, «за», актриса испытывала удовольствие от игры, а вместе с ней наслаждался и весь зал. За несколько минут до премьеры Елена описала свою роль так. Ну, я мама театрального актёра, но и о себе не забываю. Ну, в общем, и всё, пока. Эксцентричная взбалмошная старушка такая. Взбалмошная старушка, к слову, и глазом не моргнула, узнав о музе, лире и жене, трёх пассиях своего сына. Зато супруга главного героя показала, какой может быть ревнивая женщина. Я знала, я знала, женское сердце не обмануть. Трое детей, трое детей, что мы будем со всеми делать? Воспитывать. Наконец-то займёмся делом. Будем воспитывать детей. Так у Лиры трое детей, с которыми вечные проблемы. Музу посетила муза, и она пришла в дом главного героя, чтобы прочесть новые творения. А хранится из магаза Женя – настоящая боевая подруга Гения. И каждая в жизни мужчины занимает важное место. Всё объяснимо. И все уже спокоены. Но тут – новая гостья. Можно войти? Да нет, нахер. Здрасте. Здравствуй. Здравствуй, Вера. Да, здравствуйте, Геннадий Петрович. Гений, он Гений Петрович. Я поняла. Гений Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы забыли вам контракт новый распечатать. Да здравствует театр. Жизнь продолжается. Такими словами завершается спектакль. Зрители пока ещё полны впечатлений. А режиссёр Лариса Гейлис, наконец, может выдохнуть. Ведь пока шла премьера, она глаз не отводила со сцены. С ними проживаю все их образы, проговариваю все их слова. Живу с ними вместе. Премьера спектакля «Нелепая жизнь» Гения Петровича стала замечательным подарком к Дню театра всем ценителям этого искусства. Ну а на телеканале Видное ТВ постановку можно будет посмотреть в понедельник, 4 апреля в 19.50. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Сергей Ларин, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова